Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. Пишу вам о самой так гадкой и неприятной душе. Буквально эта ситуация произошла вечером. Я с мамой поехала к бабушке, при этом сварила ужин и попросила мужа, чтобы он покормил сына. И вот по приезду домой оказалось, что мы забыли его покормить сына, но что мама в шутку сказала в адрес мужа, что ли у нас ребенок есть. Он все равно обиделся на маму, зашел в комнату, лег на кровать и сказал, что это было обидно слышать. И дальше мать. Меня как кипятком оспарило, мне так нехорошо стало, я ему говорю, ну я же просил покормить ребенка, говорю, да, я за это в комнату только когда вы приехали домой. И теперь мама в своей комнате лежит в возмущении, а муж до потери пульса обычно сказано на маму. Позже, что мне делать, как действовать и что с этим делать, прошу у вас совета или помощи. Елена, ну ситуация такова, конечно, что довольно трудно не согласиться с моей коллегой Светланой, которая, в общем-то, сказала, что как бы обиделся муж в общем и целом на маму и вам с этим делать ничего не надо, потому что, ну, в какой-то степени проблематика это их, да, в смысле вашего мужа и вашей мамы, вы здесь как бы ни при чем, вот, это с одной стороны, конечно же, с другой стороны я вас понимаю, я понимаю, что это люди, которых вы, ну, наверное, любите, вот, это люди, которые, которые, ну, которые, наверное, вам дороги, вот, и, соответственно, вполне естественно, что вам неприятно, что такая ситуация, вот, вообще-то у него, ну, вообще-то, в принципе-то происходит, вот, вот, вас здесь, конечно, понять. Ну, другой вопрос, что с этим делать именно, вот, так скажем, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, это момент. Дело в том, что вас почему-то тревожит, когда обижаются мамы и обижаются мужа, вот, и думаю, что вряд ли подобное случайно, вот, если честно, я думаю, что подобное не случайно, я думаю, что в целом это тревожное, связано с тем, что как-то довольно негативно на вас это, скажем так, влияет. Я специально, специально, пожалуй, не буду говорить сейчас в своем ответе, как это может на вас влиять, негативно, потому что, ну, как бы, на мой взгляд, вам нужно самой постараться это увидеть, на мой взгляд, вам нужно самой попытаться это заметить, вот, скажу только следующее, что выглядит чисто внешне история так, как будто вы крайне не самостоятельны, с психологической точки зрения. Обратите внимание, вы едете вместе с мамой к бабушке, не совсем понятно, хотите вы к бабушке ехать к маме или нет, не совсем понятно, как бы, ну, это ваше желание, или это желание вашей мамы ехать к бабушке, а вы, как бы, ну, не очень хотите. Дальше, когда мама говорит, значит, про ребенка, да, обратите внимание, она говорит «У НАС». То есть такое ощущение, что вы, как родители, здесь несколько отходите на второй план, вот. То есть это не ее ребенок, это ваш ребенок, ваш ребенок с мужем. Мама, говоря такое, в общем-то высказывает неуважение к вашим личным границам, к вашим границам, к вам, как к родителям, вот. И важный момент, что здесь не то, что ваша мама какая-то вот плохая, да, что там, ну, не должна, например, подобного говорить. Нет, дело не ваша мама, а вам. Вы, получается, позволяете своей маме поговорить, причем вы ничего не сказали. Вы не стали на сторону мужа. То есть непонятно, на чьей вы стране здесь. И мы здесь, главное, прибираемся к, собственно, проблеме. И хоть проблема эта, собственно, на первый взгляд является достаточно серьезной, она не является первопричиной. Но все еще, от этого она не менее важна. Какова эта проблема? Это проблема того, что вы не можете принять решение. У вас нет своей позиции. Вот, собственно говоря, теперь к вам вопрос. Чем страна вам ближе? Мамы или вашего мужа? Понимаете ли вы мужа в том, что он любил покормить ребенка? Ну, вообще-то, давайте будем честны, да? Вот, ну, скорее всего, это совершенно не так, вообще, критично, что ваш мужа будет покормить ребенка. Я думаю, что ребенок там вряд ли умер в голоду. Вот, кроме того, мне кажется, что, ну, мне показалось, по крайней мере, что ребенок ваш, он достаточно большой. Вы можете его оставить, ну, без присмотра. И в папе, как правило, ребенка оставляют уже достаточно, ну, не грудного возраста. Вот, а значит, сказать о том, что, в принципе, он хочет есть, ребенок, вполне вероятно, мог сам. И здесь, особенно, причем того, что судя по вашему описанию, живете вы с мамой. Монни, это нет ли гиберопеки? Нет ли гиберопеки? С вашей страны, как вашей мамой? Нет ли гиберопеки? Если гиберопеку присутствует, то в принципе. Реакция вашего мужа, так и скажем, вполне весна. Он забыл покормить ребенка, вот, потому что в глубине души зимой кажется, что и так слишком много, как бы, для него дела. Вот, ну, ребенок. Ну, не пытаюсь тебе слишком много, а слишком в смысле, что, ну, от него, там, условно говоря, не так много чего. Зависит от вашего мужа. То есть он не чувствует себя вот тем, кто, ну, как-то вот реально участвует, да, в жизни своего ребенка. Вот, и, соответственно, забыл покормить, может быть, именно по этой же причине. По крайней мере, довольно часто, довольно часто подобное забывание, вот, связано именно с тем, что... есть некое сопротивление, скажем, скажем так, есть некое сопротивление, вот, сопротивление в какой-то степени вытесняется, вот, потому что, ну, его... его, например, не совсем, ну, принято выражать. Вот. Ну, и в итоге она проявляется, проявляется вот таким образом. Вот. А, ну, проблематика здесь повторюсь в вашей позиции. Точнее, в ее отсутствие, в отсутствие вашей позиции. Вот чем основная, на мой взгляд, здесь проблематика, собственно говоря. Вот. Поэтому вам, я бы здесь, с точки зрения психологии, рекомендовал бы работать над выработкой своей позиции. Ну, вот, я бы рекомендовал вам, с точки зрения психологии, здесь работать над расстановкой своих приоритетов. И над тем, чтобы транслировать их к окружающим людям, в том числе своей маме. Да? Вот. Работать с уверенностью тем, что вы чувствуете. С большим счетом. Да, в этом случае, безусловно, кто-то, да, кто-то будет обозраться, потому что, ну, довольно, довольно все, довольно быть не могут. Тут нормально. Вот. Ну, по крайней мере, у вас будет своя позиция. Сейчас вы выглядите, вы выглядите как человек вообще, вообще без позиции, которая просто пытается угодить вот всем, в данном случае, и маме, и муже. Вот. И, соответственно, 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 поскольку у вас своей позиции нет. Ну, какая, какая альтернатива-то здесь? Альтернатива здесь только одна. Вот. Что раз позиции у меня нет. Вот. Начали бы принимать позицию кого-то другого. Например, ну, вот, либо маме, либо мужу. Да? Получается. Ну, по сути. Вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Когда мама и муж, значит, Ну, спорят, ссорятся, получается, что, ну, я чувствую, как бы, что ни одна из позиций, да, вот, правильно не являются, и, соответственно, мне от этого очень тревожит, вот. Это я сейчас говорю, исключительно с такой, вот, самое, что называется, поверхностная позиция, то есть это вот, если мы не идём в клуб, сейчас, потому что, как я и сказал, вот, на более глубоком, на более глубоком уровне я хотел бы, чтобы вы сами постарались, поэтому дайте. Вот, да, как бы, то есть вы постарались сами увидеть, о чём здесь непосредственно ваша, ну, так скажем, проблематика, да, ну, там, если бы, если я вам, например, скажу, вот, то вряд ли, грубо говоря, вы обрабатываете, ну, то есть не в том смысле, да, в том смысле, что вам, ну, вам может, это вот захотеться, да, там, со мной поспорить и так далее, вот, мне об этом не хотелось, я здесь, в принципе, как бы, ну, не для того, чтобы с вами спорить спорт, я здесь всё-таки больше, для того, чтобы вам спорить помощь, поэтому, мне этот аспект очень важен. Дальше. 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 Собственно, отец забыл покормить ребёнку. Это вряд ли, прям, такая случайность, судя по тому, что вы, по крайней мере, описываете. Почему? Прямо, если бы это была случайность, если бы это было первый раз, то, по моему скромному мнению, наверное, бы так не отреагировало. Тоже, раз он так отреагировал, и ваш номер раз так отреагировало, то, извините, скорее всего, речь идёт о каких-то более, эм, ну, может быть, более, глубоких, эм, проблемах между вами, например, и вашим, эм, мужем. Да? Допустим. Вот. Эм, недовольство взаимное, там, друг другом, и так далее. То есть, это вот, эм, аспект такой, достаточно, реальный, и достаточно распространённый. Вот. От этого, правда, эм, ну, не, не, не менее, эм, болезненный, да? Вот. Но, тем не менее. То есть, эта история, она вот, такая. Вот. Проблематика между мамой, и, и, вашим мужем, никак, никак не связана с ребенком. Вот. Но, ввиду вашей, некоторой, нет самостоятельности, вот, вполне может быть связана с влиянием мамы. Вот. Мама может конкурировать с вашим мужем, за влияние на вас. Вот. А муж может чувствовать, что вы не самостоятельно. С вами, что, ну, что, ну, что над вами, смысловно говоря, давлюет, эм, мамой, и, соответственно, это его может злить, и, давать ощущение, что он, ну, не имеет по сути своей семье. Например, я не знаю, как, на самом деле, вот, я сейчас просто плакал, поэтому тут, в любом случае, надо, надо, ну, поисследовать, эту, ситуацию, смотреть мне, по, скажем, скажем так, внимательно. вот, понимаете, понимаете, надеяться, надеяться, о, что я имею ввиду. вот, следующее, следующее, у нас, так, вы, вот вы пишите, меня, капитком, оспарило, и, стал нехорошо. говорите, ой, ну, в целом, в целом, в целом, вообще-то, в целом, можно понять, с одной стороны, но с другой стороны. А, что вы имеете ввиду, например, когда, говорите, что вас, как будто, эм, оспарило, кипятком. Что вы имеете ввиду? Я бы хотел, чтобы вы, постарались, этот аспект, по возможности, раскрыть. Это, тревога. Это, страх. То есть, вам, страшно, стал, стал, например. Это, злость. То есть, ну, вы, злитесь. разочарование. разочарование. Например. Да, как бы. То есть, тут, вот, как мне кажется, нужно быть, предельно, внимательным. к себе. Что происходит? Что, что вас тревожит? Что вас, эм, вот, так задел-то, в, эм, том, собственно, как, эм, повел себя, мучий, мама? Вот. То есть, ну, ну, то есть, ну, понятно, что он, так говорить про ваши номера не стоило. Вообще не точно. Эээ, хотя, если, эээ, есть какой-то скрытый, конфли- конфликт, именно скрытый конфликт, если есть, то, все эти истории, про нас не надо, но они, вот, подходят на второй план. Эээ, по-моему, идея тут же. Все это хорошо, если, конфликт нет. Вот, если, эээ, конфликт есть, да, то, становится вплевать. В принципе, в принципе. Вот. Значит, ну, здесь, вы, сами, мне отдают себе отчет, что, что за, кипяток вас окатил. То есть, ну, вот, что это за, чувство такое. Лично мне, кажется, как я думал, что вы не говорите про страх. Ну, я могу ошибаться. Вот, боитесь вы, а может, не знаю, что, что, от вас, все отвернутся, вот, то, останутся, вы, обмола, тогда, может быть, не так, и, не в таких, прям, терминах. Но, как правило, именно, подобные мысли, чаще всего, возникают. Поэтому, если, что-то такое, вам, не чудо, то, давайте, давайте, этим, разбираться. Вот. Дабы не уходило, это, прям, вот, совсем, вглубь. Вас. Потому что, можно, это, забить, в, за, давить, вот, это, перезать, а, вот, что делать, потом, с этой, с этой, с этой историей, ну, не очень, вообще, говоря, понятно. Вот. Поэтому, давайте, с этим будем разбираться. и, конечно, вы этого хотите. Что, если вы этого не хотите, то, это, уже, немножко, другой, вопрос. И, немножко, другой, аспект. Вот. Но, повторюсь, вот это, вот, чувство, которое вас возникло, что вам стало нехорошо, аспарова. А, вот, кубитком вас, вас, аспарова. Это, очень, важный, момент. Я думаю, что, практически, вы это же сейчас. Дальше. Значит, ооо, значит, я вам говорю, я спросил, я говорю, да, я, я, я вспомнил, когда вы приехали домой. Я сказал ему, а, что дальше? Вот, нужно разбираться. Да. Что включается, да? Такая, реакция, вашего мужа. Понимаете? Нужно, с этим разбираться. Понимаете? Вот, почему он отреагировал, например, именно так? Вот. Что он хотел сказать? Я имею ввиду ваш друг. Вот. Хотел ли он вообще этим что-то сказать или нет? То есть, ну, там, одно дело, если он хотел оправдаться и объяснить это. Да. Один момент. И другой момент, если он в это вкладывал, ну, соответственно, какое-то обвинение, больше, ну, вам, как бы, что это, вы виноваты, например. Ну, например, я сейчас, я сейчас не говорю 100%, что он вас обвинял, да? Ну, вот, может быть, и такая история, может быть, тоже. Вот. Это важно, опять же, зафиксировать. Вот. Сейчас мы не имеем возможности это фиксировать, потому что, вот, ну, ваш разговор с мужем достаточно, как бы, жадно описан. И вот увидеть, как вы коммуницируете в целом, да, тоже непонятно. существует между, между вами, например, и вашим мужем, да, доверять, доверять. К примеру. Доверяете вы друг другу, понимаете вы друг другу, слышите вы друг друга и так далее. Ну, хорошо. О, я делаю там, что то что вы живете с вами, да, вот, как бы не укрепляет, честно говоря, Повицы вашего мужа-то наоборот, то что вы живёте с мамой, делает вашего мужа, так скажем, более несамуставительным. И если у него отношения с вашим мамой не складываются, то тут уже нужно решать вопрос в рамках психотерапии. То есть в рамках работы и с вами, например, и с вашим мужем, например. Пока что просто оттечет их непонятно. Ну и потихонечку подходя, наверное, к концу, вы пишите, что муж, значит, в одной комнате, мама в другой комнате, вот все друг на друга обижены и так далее. Что мне делать? А что вы хотите с этим делать? Если вы не чувствуете себя в безопасности, если вы не ощущаете себя в безопасности, если на вас это оказывает довольно существенное влияние, то, на мой взгляд, вам имеет смысл учиться опираться на себя. Сейчас, по моим ощущениям, вы этого не делаете. Сейчас, по моим ощущениям, вы больше пытаетесь опереться на маму, на мужа, но не на себя. И если что-то и является проблемой, то вот этот данный аспект вполне может являться проблемой, что вы не привыкли опираться на себя, что вы не опирайтесь на себя, вот, а что вы пытаетесь опираться на других людей, вот. Но другие люди обладают своими трудностями, своими проблемами, своими особенностями, своими нюансами и не дают вам то и реакции, то и обратной связи, может быть, которые вы хотели бы получить. Это нормально, само по себе, это абсолютно нормально. но вероятность его только не для, потому что вам тяжело. вот какой-то такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своих ценностей, которые у меня есть, вот, с точки зрения своих опытов и практиков. Я искренне надеюсь, что вам это было полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать, собственно, работу над собой. Вот это позволит вам сформулировать для себя, ну, вот, в виде обратной связи. Это позволит вам сформулировать те вещи, которые, ну, вот, вам, так скажем, откликнуть. И дальше вы все решите, как вам действовать. Вот, но совершенно очевидно, что ваши отношения с мужем, ваши отношения, ну, и сдаются в гармонизации. Вместо ребенка в ваших отношениях предстоит выяснить, чего вы хотите в этих отношениях, чего мама хочет, хочет, чего хочет, чем, как бы, порядок, в котором я сейчас, вот, так скажем, перечислил. Подарок не означает, что муж идет на последнем месте. Подарок означает лишь, что важны все. И вы возьми. И мама уже возьми. И муж важен. И ребенок важен. Что ж. И ребенок важен. Но только если вы будете слышать себя, только если вы будете откликаться на себя, только тогда у вас появится реальный шанс измениться к лучшему. И, собственно, сделать так, чтобы таких ситуаций, которые происходили, было меньше. Я бы еще порекомендовал бы вам изучить треугольник Карпмана. Вот. Вы, мне кажется, в нем оказались сейчас. Есть вы, есть ваша мама, есть ваш муж. Вот. И в этом, в этом вот треугольнике вы с большим счетом и крутитесь. Вот. Вот. Вам. Тяжело. Вам. Неприятно. О, вам. Это все. Энергия обратная очень. Вот. Но. Тем не менее. Сделать. Этим вы особенно ничего не можете пока. Вот. Сейчас. Нужно. Учиться. Вот. Вот. Учиться. Учиться. Этим. Что-то делать. Само оно. Не разрушится. К сожалению. И. В общем-то. Пригнать. Пожалуй. Что. Недовольны. Скорее всего. Будет. Вот. 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 Бlarını. Необязательно. Это будет ваш муж. Вообще. Возможно что это будет ваш вместе. Ну. Может быть это будет... Ммммть. Может быть никто. Пишем. Вы? От тех кого... Пустили. Но так это конец фактов. Ваша главная задача перестать быть жертвой, жертвой сочет. Вот, как-то так. Вам желаю всего самого доброго, удачи, вот, и задайте себе вопрос, в этом вот кипятке, который я ощутила, чего я хочу, в этом кипятке, который я почувствовала, какая я. Это и будет стартовой точкой для решения ваших проблем. Удачи вам!